Микрорайон Дружба. В Мытищих заполонили кабаны. Они обходят дворы жилых домов, уничтожают клумбы и надолго останавливаются возле мусорных баков, которые выполняют для них роль фастфуда. И судя по всему, кабаны точно знают все адреса своего общепита. О том, кто им его рекламирует, мой коллега Александр Карпов. Форуменное свинство заклеснуло улицы Мытищинского микрорайона Дружба, наводя ужас на двуногих старожилов. Беспардонные вепри и свиноматки с подсвинками из парка Лосиный остров устраивают лукуловы пиры на местных помойках. Вот та же опять история. Магазин выкинули просроченные фрукты и кабаны опять сюда пришли кушать. Рядом детская площадка. Это однажды плохо кончится. И именно на магазин, что тайком выбрасывал просрочку в городские мусорные баки, Гришили поначалу. Вот местные жители тут говорят, что вы выкидываете мусор и кабаны приходят. Всего доброго. Причина выхода животного в наш поселок это несанкционированное подкармливание животных. Ну это же не попало само собой сюда. Это явно принес человек. И таких коллаборантов местные борцы с дикими хаврониями даже застигли на месте преступления, то есть кормления. Здесь, во-первых, надо создать комиссию, которая будет природоохрану защищать интересы жителей. То есть все нужно привести в соответствие к действующему законодательству. Просто кабанов не кормить? И люди хотят проявить свою человечность. Почему бы им не покормить? Какой комиссии создавать не надо. Просто надо людям не бросать мусор туда. Они специально сначала их подкармливают, а потом жалуются. А пока люди спорили, гангстеры с наглыми пятачками успели обложить данью весь район. Для устрашения, сожрав ночью целую клумбу гортензии, высаженных общественницей Анной Лукиничной. Здесь разрыли, вот там разрыли клумбочку, вон там разрыли. Это все высажали гортензии? Конечно, вот это все, это мои, это мои руки, вот это. Приходят как банда. Они выходят, вот так вот, раз, мы здесь вечером все гуляем, дети маленькие выходят и прямиком между детьми, где-то останавливаются, где-то что-то берут. А шалевшая от безнаказанности банда отъевшихся кабанов творит беспредел во все новых жилых кварталах, не стесняясь даже официальных лиц из районной администрации. В 24-м году планируется полная реконструкция забора. Сейчас конструкция не позволяет предотвратить выход животных на территорию поселка. По согласованию жителям будет определено количество входных дверей. Кабаны проходят через этот забор, им эти калитки даже не нужны. Они проходят через этот забор. Так что, неправильно сделали калитки или правильно? Неправильно. Дискуссия о количестве калиток в ограждении, увы, стала бессмысленной, когда стало ясно, что целую секцию забора унесли некие злоумышленники. Возможно, те же кабаны. Ну или пионеры на металлолом. Зоологи из национального парка пояснили, свинский рэкет можно пресечь, лишь прекратив угощать парнокопытных агрессоров. Если его подкармливать, подсыпать что-то, он в любом случае будет искать эту еду, он будет возвращаться многократно, и это, конечно, опасно. Вес взрослого кабана-самца может достигать 200 килограмм. У самцов есть клыки, которые довольно опасны. Они могут дорастать до 15 сантиметров. К тому же кабаны вовсе не голодают. В Лосином острове установлены кормушки, которые кладут подходящий для них корм, а не ту просрочку из магазинов, от которой у диких хрюшек изжога и несварение. Александр Карпов, Александр Кучеровский, Павел Летников. Вести. Другим темам. В микрорайоне «Дружба» прошла встреча мытищинских экологов с местными жителями. Главной темой обсуждения стал выход диких кабанов с Лосиного острова на территорию поселка. Основной источник проблемы, как считают активисты, – подкармливание кабанов некоторыми жителями. Выходя к пище, животные не только портят клумбы, огороды, но и представляют опасность для людей. Неправильно, что дикие животные выходят на территорию округа, на территорию населенного пункта и доставляют недовольство. Все более они доходят до детских площадок, причем детская площадка достаточно далеко. А там играют дети, а взрослый кабан может причинить увечья человеку вплоть до смертельных. Нужно относиться к дикому животному как к дикому и ожидать от него все, что угодно. Поэтому контактировать с ним не нужно, кормить их не нужно. И мы просим всех жителей нашего микрорайона «Дружба» не пренебрегать этими правилами, не подкармливать их и тем более не кормить с рук. Работники национального парка «Лосиный остров» принимают все меры для устранения проблемы, расставляют кормушки вглубь парка, отгоняют животных в случае жалоб активистов. Но этого недостаточно. Единственный выход – поставить надежный забор вдоль всего поселка, который исключит все возможности для выхода диких кабанов. Этим будет заниматься национальный парк. Первоначально было решение сделать сплошной забор без калиток, без входов. Это катастрофическое решение, которое приведет просто неописуемые последствия. И я категорически против этого, как и многие жители. Поэтому нам было предложение сделать хотя бы на время три калитки. Но поскольку забор находится в катастрофическом состоянии, он падает, может повредить людей, детей, которые гуляют и так далее. И животные все равно проходят, потому что отверстия большие. И здесь нужно комплексное решение. Но опять же делать его совместно с жителями, активно в этом вопросе обсуждать. Национальный парк «Лосиный остров» запланировал реконструкцию ограждения парка для снижения возможности выхода диких животных на 2024 год. Проект забора будет обсуждаться с местными жителями и администрацией округа. Мытеющих по улицам гуляют кабаны. Видео представили нам телезрители. Животные, видимо, вышли к людям в поисках еды. Выглядят они весьма дружелюбно, но приближаться прохожие все же не решились. Да и экологи говорят, правильно сделали. Не советуют подходить к ним на небезопасное расстояние. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok